Кстати, как можете видеть, на трибунах вообще нет свободных мест. Как мне рассказали, 4000 билетов, которые выпустили к этому матчу, улетучились на вине ока и пришлось использовать квитки других гонок. А причина понятна, приезд Эмилиса и Фуддинова. Салават от него просто балдеет, если русским языком говорить. Потому что этот гонщик даже в своем юном возрасте уже стал, по сути, легендой города. И очень вероятно, что в этом году вновь появиться в родном городе у него уже не получится, потому что в гран-при прошло только 6 гонок из 12, еще половина дистанции позади, и по повинной дистанции впереди отрыв от преследователя Сайфуддинова составляет 11 очков. В принципе, такой комфортный перевес, но все может быть, и Эмилию будет сосредоточиться именно на гран-при. Напоминаю, он может стать первым русским чемпионом мира по спин-вейю. Первым. Ну а мы ждем перезаезд первого заезда в неровной станции, которым объявил судья. Это означает, что гонщик стартовал чуть раньше, чем следовало бы, чуть раньше, чем лента коснулась в верхнюю своего положения. Он не задел ленту. И это не фальстарт. Поэтому перезаезды запущены все четыре гонщика. Это легкое нарушение. Сайфуддинов пока второй. Сайфуддинов, второй, второй. Номашний, по первому, все первые. Номашний, по первому, все первые. Команда из Булакова берет пять очков из пяти возможных. Три плюс два. Одно очко. Команда из Салавата. Лидер команды имейстер Худдин, к сожалению, упал. Три плюс два. Ответ. 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 Продолжение следует...